И наконец, снова вас приветствуем! Сегодня мы поговорим про повреждения, которые получают костюмы, как их устранять, и делать все это будем на примере костюма Дэдпула, нашего изготовления для товарища Дзюбы. В предыдущем ролике я мельком показал костюм Дэдпула, который вернулся к нам на починку. Ну и я думаю, что это вполне себе хороший повод показать вам, какие повреждения может получать костюм, может быть, почему они происходят, и самое главное, как они устраняются в том или ином случае, по крайней мере, как это буду делать я. И для того, чтобы все это посмотреть, нам нужно переместиться на стол, где у нас уже выложен почти весь костюм. Здесь отсутствуют только катаны, которые нам не привезли. Я так подозреваю, что с ними ничего не произошло, потому что конкретно в этом костюме они у нас были изготовлены из металла, ну и там была только сама ручка пластиковая. И здесь также отсутствуют поныжи, которые отлиты из резины. Я вот на данный момент не нашел коробочку с ними, и думаю, что, насколько помню, с ними ничего не случилось. И я думаю, что их я вам покажу уже в следующем ролике. Постараюсь уговорить девочек, чтобы они отсняли свои комментарии по поводу тканой части, так как в этом ролике мы поговорим только про крафт. Ну и давайте, наверное, по порядку. Ножны наши. Наши ножны, они у нас вот так вот открывались для монтажа на спину. Также было, кстати, сделано в оригинальном фильме. И они получили весьма стандартные повреждения. Изготовлены они из ПВХ. Это достаточно прочный материал, но при этом все же, конечно, если его неудачно сложить в коробку, завалить, пинать и так далее, или обо что-то скрестись, или царапать, он, разумеется, и ломается, и получает некоторые вмятины. Ломается он таким вот образом. У нас отломано вот это вот маленькое ухо, которое торчит. И вот как бы это все у нас из одной детали стало несколькими. Страшного на самом деле в этом ничего нет. ПВХ прекрасно клеится на банально на цианакрилат, он же суперклей. И при этом клеится достаточно качественно, вплоть до того, что шов получается очень тоненький. Вот так вот у нас выглядит излом. Видите, он неровный. Хорошо стыкуется, если не потерять детали. А если даже детали будут утеряны, можно подрезать и доклеить недостающий кусок. В общем, в этом плане по соотношению, так скажем, удобства изготовления и ремонтопригодность против немножко сниженной жесткости. ПВХ прекрасный материал. Когда я говорю про низкую жесткость, если вы обратите внимание, видите, вот здесь у нас вся поверхность в таких вот, сейчас я постараюсь вам наклонить, вот видите, в мелких-мелких вмятинах. То есть материал все-таки немного эластичный и мягкий. И на нем образуются вмятины. На самом деле в этих вмятинах ничего страшного нет. Просто по причине того, что при нагревании, например, строительным феном, разумеется, без энтузиазма, а аккуратненько, эти вмятины естественным путем у нас выпрямляются. Сейчас я постараюсь вам это аккуратно продемонстрировать. Вот зафиксировали, сколько у нас было вмятин на данный момент. Сейчас мы сделаем вещь, которую я не рекомендую делать вообще никому. Но работает профессионал. Поэтому мы просто и банально прогреем пластик-зажигалкой. Открытым огнем, разумеется, этого делать не то чтобы нельзя, но не стоит. ПВХ-материал горючий. Перегреть его можно очень легко. Ну и давайте посмотрим на результат. Как вы видите, в тех местах, в которых я грел, количество вмятин уменьшилось. Вот если вы обратите внимание на вот это место. Вот здесь вот скол краски. Стало их меньше. Если это аккуратно прогревать феном, то они полностью у вас исчезнут. И самое главное, покрытие лакокрасочное, которое вы нанесли, если вы его не процарапали совсем, оно точно так же восстанавливается, потому что оно имеет некоторую эластичность. Это на самом деле очень большой плюс ПВХ. Если вы аккуратно с ним обращаете, с ним ничего не происходит. Если вы его все-таки ломаете, его легко склеить. Если вы его мнете, это также достаточно легко исправляется нагревом. И по этому поводу, в случае, если бы у нас излом был только вот в одном месте, вот здесь, в невидном у основания крепления, это бы все выправилось и, наверное, наверное, даже бы осталось в таком виде, потому что наш костюм, он такой побитый и повываренный, он подразумевает под собой некоторый износ. Но, к сожалению, у нас есть здесь очень капитальный излом в двух местах. С обратной стороны, соответственно, то же самое. Вот так это выглядит. Излом у нас в двух местах и на достаточно видном месте. Как аккуратно вы бы это не склеивали, все равно будет видно вот этот шов. Если вас такой вариант устраивает, то, пожалуйста. Мы же все-таки согласовали восстановление к более-менее оригинальному виду. Тем более у нас еще есть вот такие повреждения краски вот здесь и вот здесь, о которых я скажу чуть позже. Мы согласовали, так скажем, полное восстановление, поэтому это все склеится, зашкурится полностью краска и будет полностью это все дело заново покрашено. И при этом мы получим вид изделия, который был изначально. К склейке мы еще чуть-чуть вернемся попозже. Давайте пока посмотрим все остальное. Как вы видите, есть у нас вот такие ножны. В них у нас находится тренировочный нож. Он пластиковый. Соответственно, на любой фестиваль вас с ним пропустят. Нож этот стандартный, потому что у Дэдпула специфический даггер в оригинале. Он у нас такой есть. Я его копию в металле, возможно, вам покажу в конце видео. Наверное, добавлю. Как мы видим, у него присутствуют такие же характерные повреждения, которые не похожи на царапины. Вот как и здесь. Их просто сильно хуже видно. Они не стали там белыми проплешинами, потому что здесь все сделано с умом. То есть у нас вот эта деталь верхняя, которая накладная. Это формованный пластик. Он, видите, идет отдельной деталью. И в черный цвет у нас покрашено и основание вот это. Видите, кстати, более глубокие такие вот царапины образуются. Это тоже все можно исправить нагревом и феном. То есть у нас покрашено и основание в черный цвет, и пластик взят сверху формованный прозрачный и тоже покрашен. Покрашен он снаружи, а не изнутри, как было бы более правильно. Потому что нам надо получить краску матовую. Иначе бы у нас, если бы мы покрасили изнутри, все бы было черное, как и надо. Оно бы не царапалось, царапин не было бы видно. Но при этом поверхность была бы глянцевая. Следовательно, у нас покрашено в черное основание, покрашен прозрачный пластик, из которого сделана верхняя крышка. Но при царапинах на этой крышке мы видим то, что у нас внизу. И эти царапины так не бросаются в глаза. Если все собрать и покрасить в собранном виде, то любая царапина, здесь у нас будет вылезать белый цвет пластика, как у нас он выглядит в оригинале. Вот если мы заглянем вовнутрь, видите, пластик там белого цвета. Переходим дальше. Площадки на ноги для кабур, сами кабуры, пистолеты. Ну, с сумочками, как вы видите, у нас ничего не произошло. Здесь у нас такие вот имитации застежек, потому что в фильме они выглядели так. Ну, а на самом деле сумки закрываются на обычную липучку. Как мы знаем, у Дэдпула должны быть два Дезерт Игола. Это полноразмерные копии Дезерт Иглов. Оружием не является, на всякий случай, для Ютуба. И даже изготовлены они не с оригиналов. Был приобретен страйкбольный в размере один к одному. И изготовлены полностью глухие отливки. То есть, функционала у них никакого нет. Ну, и, соответственно, повреждений, в общем-то, никаких они и не получили в процессе эксплуатации. Может быть, где-нибудь на самых таких местах, вот вроде бортика здесь, немножко протерлась краска. Но в остальном это все вписывается в веверинг, потому что, как вы видите, пистолеты достаточно грязненькие. И из повреждений я вижу только, только, только немного протерлась вот краска у нас черная на ручках. Но это все легко подновится. И они будут выглядеть как новые, потому что, разумеется, серебряный цвет, который проступил, он не в реальности такого произойти не могло, потому что накладки на рукоятки пластиковые. Они из монолитного черного пластика изготовлены. И, следовательно, никакой серебрянки на них быть не может. Это мы подкрасим. В остальном, как платформы, так и кабуры, которые под углепластик сделаны, они, в общем-то, живы. Единственное, что здесь потерян один болтик. Со второй кобурой у нас ситуация немножко другая. Вот, кстати, видите, облупилась красочка, но, сами понимаете, это все легко подкрашивается. Со второй у нас сломалось одно из креплений. Также потерян один винт и сломалось одно из креплений кабур. В оригинале в фильме имеется в виду и были приобретены, скорее всего, площадки какие-то тактические, оригинальные. Кабуры также либо изготавливались на заказ, либо были покупные. Хотя такие вот именно кабуры, которые вакуумируются прямо вокруг оружия, как видите, они полностью форму повторяют, они, как правило, мастерами просто на заказ изготавливают. Сломано же крепление, сами понимаете, гнется заново, несмотря на достаточную, так скажем, толщину пластика. Все-таки по какой-то причине, либо как-то кинули в коробку неаккуратно, либо еще что-то, оно вот лопнуло по месту сгиба. Соответственно, это в переделку проще изготовить новую деталь. Клей тут никакой не поможет. С этим вроде закончили. Не очень удобно мне одной рукой все делать, но иначе я вам подснять не смогу. Переходим еще к мелким повреждениям. По костюму, как я уже сказал, девочкам рассказывают. Здесь вот всякие тоже есть мелкие литые детали. Они, в общем-то, целые. Пряжки вот эти. И, кстати, интересный момент. В оригинале, в фильме использованы пряжки, ну, пусть им будет реклама, фирмы 511. Это производитель тактической одежды всякой разной. Ботинки, кстати, которых тут тоже нет. Тоже этой же фирмы у Дудпула. Но, так как, во-первых, в России, тем более сейчас, я не знаю, реально ли достать вообще их. И самое главное, что они достаточно дороги. Мы изготовили вот, вернее, мы приобрели оригинальный ремень и изготовили, значит, копии данных пряжек, потому что на костюмах надо две. Как вы видите, они точно так же немножко обтерлись. Но это все будет подкрашено, восстановлено к изначальному виду. Костюм, еще раз повторюсь, тоже получил некоторые повреждения, но это пусть девочки рассказывают. Переходим к маске, которая у нас есть. Снова видим те же самые загадочные повреждения краски, которые, во-первых, протерлась бровь, что может быть только при неправильной эксплуатации, потому что головой-то никто ни обо что не трется. и опять же вот эти характерные следы на краске, которые мы видели и на ножнах, и на ножнах для катан. Глаза, соответственно, у нас съемные на магнитах, они отправятся в перекраску, то есть придется снять сеточку, потом приклеить ее обратно, и полностью перекрасить эти детали, предварительно их зашкурив, чтобы они снова получились красивенькие и аккуратненькие, потому что в оригинале в фильме никакого веверинга на маске на самой нету, ну, вернее, на тканой части он есть, а на глазах его нет. И мы видим нарушение геометрии. Постараюсь вам сейчас показать, так, чтобы это было видно. видеть, у нас несимметричный подбородок, и если мы посмотрим на маску вот так, она вся не то, что на шар для регби похожа, а ее перекосило вот так вот в эту сторону. Происходит это по одной простой причине. Подобные маски изготавливаются в виде шеллов, то есть всякие спайдермены, дэдпулы и прочие масочные персонажи на самом деле, несмотря на то, что нам в дэдпуле показывали, как он эту маску снимает и типа она тряпичная, да они уже давным-давно изготавливаются в виде шеллов. Шелл это что? В переводе это значит оболочка, то бишь маска у нас жесткая по факту, внутри она имеет каркас. Для того, чтобы вам не сильно в глаза бросался переход этого каркаса, вот, например, вот так. Если мы натянем ткань, будет сразу видно, где каркас заканчивается. Здесь у нас отверстие для ушей, на затылке вот обычно такие вещи видно. Для этого маски стараются изготавливать как можно тоньше, но, разумеется, до определенных пределов. Здесь вот у нас, например, толщина пластика там полтора-два миллиметра, наверное. Чтобы делать это для того, чтобы переход был не сильно заметен. Также используется, как правило, не жесткий пластик, а полужесткий, так называемый. То есть маска у нас имеет возможность гнуться, опять же, в каких-то разумных пределах. Делается это, опять же, для того, чтобы она максимально плотно садилась по голове. То есть, если ее сделать совсем жесткой, голову у нас может не поместиться голова сюда, потому что у нас здесь закрыты, в том числе, и щеки до самого подбородка. Но у полужесткого пластика есть недостаток при неправильном хранении, а именно, если вы его бросите в коробку, придавите сверху остальным костюмом или просто закинете в шкаф, может произойти именно вот это. На самом деле, это может произойти, даже если вы маску аккуратно положите на полку, допустим, вот в таком виде. В этом случае иногда, но не всегда, у нас вот эта задняя часть маски, на которой она лежит, здесь она тоже тоненькая, потому что это как раз критичное место, где обычно видно, где вот этот шелл может через ткань проступить, у вас этот краешек может начать загибаться внутрь от того, что вес маски на него давит. Это происходит не потому, что у нас слишком тонкий край или еще что-то, просто нужно понимать, что полумягкий пластик, он со временем, даже при приложении небольшого веса, может деформироваться. Решается, на самом деле, это так же просто. В первую очередь, это решается правильным хранением маски. Сейчас я не могу достать вам, но в конце ролика продемонстрирую, как это должно выглядеть. А если уж что-то подобное произошло, то опять же, этот пластик имеет свойство восстанавливать свою форму при нагревании, поэтому мы берем опять же строительный фен, аккуратно, без фанатизма прогреваем, и пластик на самом деле вернется в свою изначальную форму, то бишь в ту, которую его отливали. Но в нашем случае, так как у нас пластик сверху обтянут тканью, она на него давит, она пытается пластик стянуть, этого эффекта не произойдет. Но тем не менее, пластик размягчится и уже вручную придерживая до момента остывания, потихоньку, потихоньку можно вернуть правильную форму. И остался у нас по сути дела только ремень и пряжка. С пряжкой самая печальная ситуация, потому что здесь утерян фрагмент. Я так подозреваю, что тоже лопнула она не на человеке, потому что сломана она, как вы видите, посередине. Скорее бы она сломалась вот в этом тонком месте. Но я могу ошибаться. И печальная ситуация в том, что нам придется так как это несущая часть пряжки, как вы видите тут за нее закреплен стальной ремень. Несмотря на то, что он застегивается сзади, эта пряжка по сути дела фиктивная, ну то есть она не работает как пряжка, но тем не менее она является частью конструкции, чтобы соответствовать той, которая была в фильме. Нам придется вот эту всю серебряную часть отсюда аккуратно удалить изготовить точно такую же новую, ну соответственно полностью заменить этот элемент. И здесь мы опять же видим те же самые повреждения, загадочные краски, к которым мы непосредственно и переходим. Потому что у нас от костюма осталось только вот эти вот подсумки. и они-то как раз, что возможно кому-то будет неочевидным и являются причиной того, причиной произошедшего с пряжкой, с вот этими пятнами на маске, этими вот пятнами здесь, которые я вам уже зачем-то третий раз показываю. А все потому, что я ищу вот, ищу доказательства. вот эти вот это красное пятно. Дело в том, что подсумки изготовлены из искусственной кожи. Искусственная кожа это у нас как правило тот же ПВХ, то бишь поливинилхлорид. Только он, ну у нас много чего сейчас делается из ПВХ. Он может быть вот такой спененный, может быть твердый просто пластик, может быть напылен куда-нибудь, кожезаменитель делается из ПВХ. Но, как и любой другой химический искусственный так скажем продукт, это касается например полиуретанов и прочего. Он в цикле своей жизни может выделять различные вещества. Всех наверное пугали как клей из ДСП у нас вреден для здоровья, поэтому пользоваться надо только натуральной мебелью, вернее мебелью из натуральных материалов и нельзя использовать ДСП. Еще бы денег где-то найти на такую мебель, стоит она сейчас коня. Но не об этом. Разные резины, силиконы, поливинилхлорид, все выделяет в процессе цикла своей жизни определенные вещества. В большей или меньшей степени это зависит от производителя и прочего. Наверняка вы видели как высыхает резина становится хрупкой, как высыхает кожзамы становится хрупкими. Это значит, что уже из них улетучилось все, что могло улетучиться и они поменяли по сути дела свой химический состав. Химический состав они не поменяли, просто из них улетучились какие-то вещества и они поменяли свои физические свойства среди с этим. И к виновнику. Эти выделения, которые происходят из вещества, каким-то образом взаимодействовали с краской, растворив ее. Я думаю, что если мы это сейчас аккуратно поковыряем, у нас прямо это все начнет быть немножко резиновым. Следовательно, единственный вариант этого избежать стараться хранить крашеные детали все-таки отдельно от всего остального в принципе. Тест на это сделать практически нереально, потому что такие реакции, как правило, происходят не единовременно. Материалы используются все время разные, даже состав краски на это может влиять, покупка корзам от одного или от другого производителя на это может влиять, поэтому предугадать на моменте производства практически невозможно. Самый идеальный вариант это хранить все вещи организованно и раздельно. Но как бы большой проблемой это не является, подсумок можно почистить, краску можно снять, подкрасить, маску, форму восстановить, в общем нет ничего невозможного, а я наверное сейчас удалюсь и склею вам для примера вот эти вот детали. и покажу как у нас выглядит клеевой шов если мы не планируем это подкрашивать. Специально склеил вам эту деталь двумя разными способами. Один способ был на лицевой стороне, он выглядит вот так, и второй способ на оборотной. Как вы видите все прекрасно склеилось, полностью совпадает. первый способ состоит в том, чтобы нанести клей минимально необходимое количество клея на деталь и плотно ее прижать одну половинку к другой. Как вы видите, если у меня сфокусируется, похоже не сфокусируется, не сфокусируется, трещина все равно присутствует, но она практически практически она идеально совпадает одна с другой. Этот способ мне не очень нравится, потому что все равно видно, что было сломано и склеили. Как аккуратно не прикладывай, все равно это будет видно, даже если это немножко подретушировать краской. Второй же способ, на мой взгляд, более простой. Он применен на всех остальных сторонах и заключается в том, что вам наоборот нужно немножко приоткрыть трещину, ну то есть, например, если вот ту сторону склеили, потом немножко нажать, трещина приоткроется и прямо поверх нее налить клей. Суперклей, он же церанокрилат имеет очень высокую текучесть и на самом деле проникает даже в тоненькие трещины. Вот, например, вот здесь сломалась не только по этой части, но еще и начала трещина идти вот здесь. И вот ее прекрасно пролило. Сейчас я давлю, насколько мне позволяет разум на все это дело. И, как видите, она прекрасно проклеилась и не расходится. Недостаток второго способа в том, что, соответственно, у нас остается клей снаружи. Но он без проблем сошкуривается, а все равно эти детали мы планировали зачищать и перекрашивать заново. поэтому чаще всего я пользую такой метод и чиню как бы вещи, восстанавливая их изначальную прочность, жесткость и перекрашиваю. Поэтому ремонт дело хоть и не безумно дорогое, но все же дорогое, потому что стараемся восстановить все к изначальному виду. И вот я заодно прогрел еще вот эти детальки. помните наше место, где было много-много, вот я специально тут оставил парочку вот таких штучек, и в них вся вот эта область у нас была в таких, вот их даже немножко еще видно, если прям совсем приглядеться. А большинство как бы при нагреве ушло. И вот, например, как выглядела царапина. То есть, у нас была здесь на ножнах глубокая царапина, теперь краска, конечно же, ободрана, но самой царапины нет. На этом моменте мы разобрали в общем все повреждения. Я пойду все чинить. Уж шкурить, извините, я при вас не буду. Думаю, понятно, как все это делается, как работает наждачная бумага, как работает краска. Думаю, с этим все понятно. И вернусь уже к вам с восстановленным костюмом. И заодно постараюсь показать правильное хранение. очень неудобное, занимающее место и так далее. Но в этом есть тоже своя фишка. Правильное хранение для различных шелов, масок и тому подобного. Тем временем прошло пару дней наблюдений за тем, как сохнет краска. И начнем мы, наверное, пожалуй, с маски шела. Потому что я обещал вам рассказать, как ее по-хорошему правильно нужно хранить. Как мы видим, у нас геометрия маски восстановлена. Теперь она у нас не смотрит в сторону, не косится. Заодно исправлены баги с глазами. То, что у нас на них были следы перекрашены оба глаза. Они теперь как новенькие. текстурочка сохранилась на них. Сфокусируется. Ну и заодно подправил, потому что внутри было не очень аккуратно. И вот мы, сняв глаз, видим, что же у нас там внутри. Внутри у нас пенопластовая голова. И она, собственно, так как весь вес распределяется на макушку, не позволяет маске перекоситься в какую-то сторону. Не знаю, насколько у меня получится. сейчас я попробую снять маску одной рукой, ничего не свернув, что у меня, похоже, не очень выйдет. Нет, вышло. Вот такая вот пенопластовая голова. Они вполне себе продаются. Я думаю, что Google в помощь. Она у меня с немножко уже пострадавшими ушами и заляпанная, но тем не менее свою функцию выполняет. Ну и какую-то элементарную подставку. Вместо пенопластовых голов есть головы парикмахерские, есть головы для продажи шапок пластиковых. В общем, вариант именно голов, вариантов сразу же несколько. Вот, например, у нас вот есть такая с очень странным макияжем, потому что на ней что-то красили. или если вы не хотите покупать прямо голову по какой-то причине или они у вас не продаются, но у вас есть джокеровская палка, вот здесь например она. Это от системы джокер, про нее я в одном из видео рассказывал. Сейчас может даже ссылочка на это всплывет, правда не знаю зачем она вам нужна. В этой же системе есть вот такие шарики, они ставятся наверх палок, чтобы слишком умные люди не напарывались на эти палки. И в общем-то такой шарик тоже прекрасно работает в том же качестве что и голова. То есть мы просто надеваем на него маску, но тут палку надо конечно подлиннее и она у нас прекрасно висит в естественном для нее положении. Если вам даже вот и с этим лень заморачиваться можно просто взять какую-то подставку какую-то палку к ней закрепить а сверху просто намотать полиэтиленовый пакет комок бумаги еще что-нибудь и обычным скотчем это все много-много раз обмотать. У вас получится такой шарик из скотча. Он у меня есть, но проблема в том, что он сейчас спакован и его вам показать не могу. В общем суть в том, что сделать шарик из любых подручных средств. Мячик в конце концов можно надеть, лишь бы он более-менее прилично держался. Но самый бомж вариант это просто шарик из какого-нибудь пакета скомканного и укрепленного сверху скотчем. По такому принципу делают наипростейшие манекены. про маску я вам вроде все рассказал. Главное было восстановить геометрию, перекрасить, соответственно снять вот эту сеточку, чтобы что-то видеть. Там у нас сетка белая находится. Перекрасить глазницы, нагреть, восстановить геометрию и в общем-то с ней уже все теперь хорошо. Лишь бы ее хранили правильно. По остальным вещам думаю тоже все понятно. но раз обещал показать конечный результат, давайте покажу. Кабуры. Кабуры крепятся на специальные это площадка универсальная. В тактическом обмундировании используются такие, чтобы вы могли крепить разные на них предметы. В данном случае закреплена кабура, но чтобы она при помощи вот этих отверстий держалась. Там еще должны быть специальные скобы. Скоба сломалась. Соответственно изготовили ей идентичную замену и в кучу все на эти винтики соберется и будет все нормально. Подсумки соответственно от лишней краски, которую тут не должно быть, они оттерты. С этим все было изначально нормально, кроме сколов на черных частях, которые я показывал. Здесь теперь, как видите, они все устранены. Это мелочь, это деталь, но почему бы это не сделать сразу же. Тоже касается ножен. Вот это у нас верхняя крышечка такая на ножнах. Она соответственно зашкурена, перекрашена и тоже на винтике будет в дальнейшем собрана. Ножны для катан, как видите, с ними такая же история. То есть у нас был здесь излом, по-моему, на вот этой части. Тут даже уже сложно сказать, где конкретно. Но теперь все зашкурено, восстановлено. Может при каких-то там определенных углах это даже будет видно, но что-то не видно. Ну и здесь примерно то же самое. Крышка внутренней части так и осталась. В остальном приведена в порядок. Самая сложная и долгая часть была это пряжка, потому что красится она в три цвета. Была сломана несущая часть конструкции, поэтому пришлось вот эту сломанную детальку отковырять, изготовить новую и полностью все заново перекрасить. Здесь какой-то баг, это пыль. Ну и то же самое с подсумками. В общем, все, что лишняя красочка стерта, теперь это все приобрело тот вид, которым в общем-то и было изначально. Параллельно девочки у нас разобрались с костюмом. Вот он лежит. Но про костюм я, во-первых, я вам еще обещал показать ноги, как выглядят, ну вернее, по ножи вот эти вот красные из литой, из литого полиуретана. И для этого, наверное, все-таки будет вторая часть ролика. Там девочки расскажут, какие повреждения были на костюме, что они собственно исправили. Ну и я вам покажу уже костюм весь целиком в сборе. А на сегодня это пока все. До следующей серии. Продолжение следует...